Почта в очередной раз принесла материал, который меня взволновал. Такой призыв пришёл. Я против насилия по телевизору. Такой призыв. Я прочту из этого призыва несколько строк. Это пишет Ивалон, проживающий в Киеве. В моём совковом детстве, значит, в советском детстве, меня очень травмировало, что по телевизору ежедневно показывали убийства, так как было очень много фильмов про войну. Да и другие видеоубийства в кино приветствовались. В кинотеатре шли фильмы, где временами за первые 15 минут показа непрерывно шли убийства. Я несколько раз из-за этого уходил из кино, перед тем, как мне с энтузиазмом рассказывали о предстоящем фильме. Ну, и естественно, все знают, что это ужасно. И все иногда это говорят. Иногда даже говорят по телевизору. Между собой люди. Но не сделал никакого шага, чтобы это прекратить. И я сегодня хотел об этом поразмышлять Своё размышление я называю так Планетарное насилие по телевидению И торговца оружием Нужен международный день борьбы с насилием по телевизору Вот давайте посмотрим, какая связь между прокатчиками кино и насилием, которым всё время показывают Насилие по телевидению выгодно прокатчикам Почему? Потому что людям свойственно посмотреть то, что опасно Зачем? Чтобы противостоять опасности Ну это хорошо, если это достоверные факты А если это выдумки детективщика, писателя и сценариста То его потугом грош цена Поэтому массы покупают билеты в кинотеатр Или сидят, смотрят по телевизору два часа фильма А потом выходят после просмотра и плюются на потраченное время То есть это людям не нужно Насилие торговца оружием Ну вот эти фильмы Стрелялки, догонялки Где стреляют и стреляют и стреляют И всё никак не умирают и не падают Прекрасный торговца Прекрасный реклам для торговцев Насколько безопасно оружие Два часа там люди стреляют и спустят И только иногда кого-то подстреливают И то Никакой драмы и трагедии Всё так весело и замечательно Но человечеству это не нужно Это нужно только тем, кто хочет обогатиться На продаже оружия А люди же, которые накупят это оружие Они его пустят в ход невольно Если они его не пустят в ход Тогда почему Почему бы нам не отпустить Когти огромные И зубы огромные И ходить с дубинами И говорить, что вот мы теперь вооружены И теперь это будет нас защищать друг от друга И ничего подобного Чем больше вооружается человек Тем это опаснее для человека И поэтому эволюционно Чтобы обезопасить человека От человека У него нету ни когтей страшных Ни зубов Таких страшных Как у других зверей Так что Чем больше люди вооружатся Тем это страшнее Вот Насилие и формирование человека Я не понимаю Почему молчат психологи Во всех странах мира Есть психологи Академики Наук Рядовые психологи Во всех странах есть священники Которые должны проповедовать Любовь и милосердие Почему они не выходят на демонстрации Против Преодобладающего давления человека Насилия по телевизору Или Почему молчат социологи Или защитники прав животных Человек это тоже животное Его надо ограждать От такого потока Насилия по телевизору Это его травмирует Это его неправильно развивает Как человек развивается Человек учится на подражании И для него пример очень важен Для его формирования Как говорится Дурной пример заразителем А хороший пример тоже заразителем И вот народная мудрость Это наблюдала веками И выразила кратко и ясно С кем поведешься От того и наберешься Так что общение С такими фильмами Невольно и подспудно Незаметно Разрушает В человеке Черты возвышенности Благородства Честность И милосердия Все то Что его так украшает И создает человека Берите украшение То есть страшного человека И создается впечатление Что все мировое телевидение Прямо поставило цель Воспитать из человека Бандита И вора И монстра Но как можно с этим мириться Надо просто назначить Международный день борьбы За очищение телевизора От насилия Ну вот сегодня какой День 18 апреля четверг Вот и давайте считать 18 апреля Днем Международного борьбы С насилием по телевизору Международного борьбы Международного борьбы Международного борьбы КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ